Куда платить за капитальный ремонт и какой должна быть сумма? Мы с вами сегодня получаем квитанции об уплате взноса на капитальный ремонт от ПАО «Красноярск. Энергосбыт». То есть фонд капитального ремонта заключил договор с этой организацией и поручил им собирать деньги за капитальный ремонт. И ежедневно получившие средства от населения он перечисляет в фонд регионального оператора. Поэтому оплатить можно в любое отделение, там где вы платите за электричество, там берут с вас без комиссий. Но если они привлекают, например, почту или Сбербанк, там могут браться дополнительные комиссии. Теперь по сумме, сколько же мы с вами оплачиваем. Все зависит от площади вашей квартиры. Здесь не зависит от того, сколько жильцов проживает, 5-10 человек, 2 человека. Есть площадь вашего жилого помещения, также нежилые все платят за капитальный ремонт согласно площади. И ежегодно правительство Красноярского края устанавливает минимальный взнос по этажности ваших домов. То есть здесь играет роль, сколько этажей в вашем доме. Один тариф применяется для домов, у которых один или два этажа. Второй тариф применяется для тех домов, у кого три этажа и выше с лифтами. И третий тариф – это у кого три этажа и выше без лифта. Для каждого существует такой минимальный взнос. Он умножается на площадь вашей квартиры, и такую сумму ровно вы оплачиваете ежемесячно. Есть ли указ, разрешающий устанавливать скамейки у подъездов многоквартирных домов? Соседи против скамейка, пожилым людям тяжело без них. Что касается указа по данному вопросу, то никаких указов в Российской Федерации по установке скамеечек, лавочек или для того, чтобы их убрать. Одним они мешают, другим они нужны. У нас такого нет. У нас есть с вами жилищный кодекс Российской Федерации, главный документ, который действует в области ЖКХ, в котором четко прописано. Это статья 44, пункт 2, в котором описывается процедура, как установить лавочки возле подъездов. А санитарные правила и нормы определяют расстояние, которое должно быть до лавочек. Это не менее 10 метров. Далее, согласно этому пункту 44, все собственники дома должны провести общее собрание собственников. Не совет дома, никто не вправе это решить. И набрать 2 трети голосов за установку лавочек. После этого четко согласовать, какая будет лавочка, стоимость ее и так далее. Только после этого можно установить лавочки возле подъездов. Субтитры создавал DimaTorzok